Привет, народ! Говорим про весь вообще хайп тех людей, которые насваливали из страны. И поговорим, конечно же, про работу. Пиши в ВК. Смотри до конца. У меня там 100 подписчиков было, но 5 миллионов. Ну и чё, попутал, что ли, этот Давидыч? Сибирь ещё не оттаяла бы. Сегодня отвечу на все ваши вопросы. Меня зовут Игорь. Швет. Ой, я ещё чё, замороженный сибирячок? Будь, это всё в интернете найти. Чё несёшь вообще? Ты кем был? Тебе же всё объяснили. Воднём увезли меня и вон. Это всё видел, всё прошёл и становись. Чуть карьеру там подуспортил. Заблачение шведа. С разных городов, с разных регионов. А вот и подгончик за лучший комментарий в этом ролике. Лишь бы вы довольны были. О, чтоб мы друг друга там не поубивали. И движения непостановочные. Я в чужую жизнь вообще не лезу. У меня нет даже времени для вас быть старшим за регионом. Я всеми контактирую, со всеми общаюсь. Я вам открою секрет. Как маму не любить? Где вы-то, ёбан? А мы здесь развиваемся. Хочешь, приходи менеджером-то. Вышёл на другой уровень. Номер один в России. И опять вы скажете, уже такое есть. Только вот в этой голове. Всем привет, народ. Вы находитесь на канале Игоря Шведа. Сегодня будет очень интересное видео. Поэтому даже не ставь на паузу. Не перематывай. Просто заваривай. Чай вон я уже заварил. И оно будет продуктивное. И не всё видео я буду сидеть на окне. Я уже собираюсь выдвигаться. Короче, сегодня мы поговорим про весь вообще хайп, который с первого дня был вокруг меня. Про тех людей, которые во время мобилизации там начало своего отваливали из страны. Поговорим, конечно же, про работу, про бизнес, про то, чем занимаемся, про деятельность. А сейчас первым делом хотелось бы сказать всем, кто отправлял комментарии, я обещал пятерым человекам по тысяче рублей. Я решил отправить десятерым людям по тысяче рублей. И поэтому всем, кому не отправил, с кем еще не списался, я написал пиши в ВК. Напишите мне в ВК, кому я ответил на комментарии. Всем вам придет по тысяче рублей. Вскрины, я думаю, в этом видео уже появятся. Добродушных отзывов от людей. А, кстати, парень, который выиграл футболку от Арта Делина, тоже пиши в ВК. А в сегодняшнем видео от главного спонсора Арта Делина мы разыграем спортивный костюм. Поэтому смотри до конца это видео. И может быть ты увидишь свой костюм, в котором уже скоро будешь гонять. И каждому, кто закажет любую вещь от Арта Делина, вторая вещь на наше усмотрение, на мое, конкретно глядя на человека, полетит ему в подарок. Короче, смотрим, погнали. Давайте начнем с хайпа, да, со всей движухи, которая там вокруг меня происходила. Можно я одеваться буду на работу? Со всей движухи, для чего это было там и как. Началось все с шоу-басты, вопрос ребром. Когда Давидыч освободился, короче, это... Я ему написал смс-ку, вот такую вот огромную смс-ку в инстаграме, что типа ты что освободился, себя так ведешь, короче, не по-людски на тебя молодежь, типа смотрит, пример с тебя берет, думает, что вот зэки там так себя могут вести. И отправил ему. У меня там 100 подписчиков было, или сколько, 200, там, может, в моем инстаграме. У него 5 миллионов. Я не понимал, что это невозможно все сообщения, короче, читать, которые тебе приходят. И у него висит это, не прочитано, не прочитано, короче. Думаю, что попутал, я как сибирский пацан иркутский. Про себя думаю, что попутал, что ли, этот Давидыч не читает сообщения ему по-людски, серьезно там донес. Че у меня ветер в голове, Сибирь еще не оттаяла до конца. И, короче, думаю, по-людски ему донес. Че он, типа, это не ответил мне. И смотрю, у Басты, у Васи шоу, выходит это вопрос ребром, типа приглашенный гость Давидыч, там, туда-сюда. Кто хотел бы прийти, типа, задать вопросы? Все, я говорю, я, типа, приду, задам вопрос ему, почему там и как. Приехал с Голдер, чтобы обсудить это все. На следующий день пришел, получается, когда это шоу снималось. На улице там с ним поговорили, он говорит, я извинюсь за эту ситуацию с Гордеем, которая была перед ним, там, решу вопрос. Я вообще не догонял блогеры, там, не блогеры. Мне вообще это не надо, я своей жизнью жил. Что потом, ну, кстати, всплывает. Я сегодня отвечу на все ваши вопросы, вот эти заковыристые. Я же все читаю, все вижу, что вы пишете. Все знаю, все понимаю, я же не дурак. Получается, прихожу на эту шоу, протер фары Давидычу, туда-сюда, не думая, что блогеры, там, какое-то видео, короче, не видео, где-то выплывет, думаю. Все без задней мысли, просто по-людски ему сказал, что не веди себя так, ты пересидел, там тебя передержали, или что, вот ставочку здесь выставлю, что там было. Меня зовут Игорь Швет. У меня вопрос такой, по сути, я не знаю, или как сказать, кто ты вообще такой есть по жизни, что ты на людей можешь их обозначать. Подожди, только спокойно начни, ты сам наваливаешь. Как ты можешь людей обозначать, говорить им за поступки, за какие-то петуши, там, не петуши. Ты был в местах лишения свободы, у меня вопрос наклевывается. Ты кто, определись, кем ты был, кем ты сидел, кто ты есть вообще, чтобы людям... Не-не, пусть, пусть, пусть. Чтобы людям говорить, ну, какие-то слова, обозначать их, лохи, кто пленку наклеил. Ты их же лично не знаешь, как ты им вешаешь какие-то аббревиатуры. Можно материться, можно хоть что делать в эфире, но как ты себя ведешь, это реально вызывает, что ты, может, пересидел, тебя передержали, что ты не знаешь, как в обществе сейчас в современном разговаривать, как строить диалог и так далее. Вот мой вопрос. И, короче, на улице пообщались там. Я, Бастаки, в стонер, получается, и Давидыч. Постояли на улице, пообщались, все вроде по рукам дали, разошлись. Я без задней мысли думаю, Давидыч, Давидыч. Потом, спустя, короче, месяц это видео выходит. И все, у меня 200 человек было в Инстаграме раз стало, 300, 400. Там, я думаю, что я блогер, что ли? Еще только вышло это видео. А Давидыч там в прокат поехал во Владивосток, в автопробег, короче, своей машины. Поехал. И во Владивостоке, короче, видео там снимал, что типа со всеми там подписчиками встретился и начал им рассказывать, типа, да это там кто у Басты нашел, был мой фанат там, не фанат, туда-сюда, он там чуть ли не сына мои видео смотрит. Все, меня это запилагрило, я еще что, замороженный сибирячок, мне слова не скажи, я как спичка вспыхиваю. Ну, такой я по жизни человек. Я не агрессивный, ничего, просто когда меня задевает, там мое пространство заходит, когда я, не знаю, другого Игоря превращаюсь. Так-то я добрый, позитивный. И, короче, все, я думаю, звонить ему, сейчас пробил номер его, короче, через нашего общего знакомого Руслана Акопиана. И думаю, если позвоню, начну орать на него. Я-то сразу орать начну, что я злой. Он эту шляпу выложил, там, что я чуть ли не его фанат, хотя стоял там передо мной, вот так говорил, да, перед Гордеем, там, извинюсь. Поехал, извинился перед Гордеем, там, цветы маме подарил, то и все, после этого шел, вот сразу, можете это все в интернете найти, где он там извиняется. Давай тебе належать, я тебе наебался. Я думал, нормальный пацан извинился, слово сдержал, там, туда-сюда, вообще без задней мысли своей жизнью жил, у меня там 500 подписчиков стало, без этого шел. И все, я думаю, какой вообще там, что-то снимать закрытая страница, даже не думал об этом. И, короче, думаю, если звонить ему, начну орать на него, он трубку положит. Видео записываю, 14 минут жесткого, ну, типа, ты что попутал там, ты что несешь вообще, ты кем был там, кем сидел, туда-сюда, вот это у меня блатная волна, короче, пробил за него все там, что, где он сидел, и как, короче. И на вот этой волне ему агрессивное видео записал, 14 минут. Он начал мне перезванивать, что-то, что-то у нас там, словесные баталии. Довело, вот вы видели, до чего довело, там целый кипиш, там, и вот это в Питере ситуация, и плевок, кстати, плевок говорят, что ты типа плюнул там в человека, правильно, неправильно. Когда человек, с ним стоишь в лицо, разговариваешь, ну, типа там, агрессивно, не агрессивно, неважно, как у нас же ситуация, недобролюбивая была, мы агрессивно разговаривали, и он, садясь в машину, вот так вот, захлапывая дверь, опуская стекло, и просто вот тебе говорит, тебе же все объяснили, типа, и начинает ехать, ну, а что мне бежать за ним, там, дверь в машину, ручку дергать, я просто харкнул, ему вдогонку, надеясь на то, что он выйдет там, ударит меня первый, и там, не знаю, у нас драка начнется, какая-то. Он вышел, и вот так вот начал, просто моросить, я ждал от него, каких-то действий, короче, он не стал ничего делать, я тоже первый не стал ничего делать, понимая, что там заявление от него будет. Мы тронулись с этого места, дальше вы тоже все видели, полиция, он там на мосту выбежал, нас там все принимал, багажники все по открыли нам, короче, тачку типа, короче, в отдел увезли меня, и вот он заяву написал, что я с него 25 миллионов, вымогаю там туда-сюда. В обыске. Да нет уголовного, они приехали с одной целью вымогать деньги, у нас все зафиксировано. У нас тоже все зафиксируют. Значит, там 163-е, 119-е, 163-е, 3-е, да, а 119-е, да, а 119-е угрожают. И 109-е. Да, потому что у нас там оружие фиксируется, у нас там 6-е. У нас 2-е, Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, другое донести. Я тебе, я сейчас абсолютно честно скажу, ничего не придумал, что ты мне там угрожал, там, и не угрожал. Вопрос все закрылся у нас, мы были на разговоре, там, я, он, там, все, Руслана, Копян, там, собрались на разговоре, там, серьезном, все, вопрос вроде закрыли. Вместо того, чтобы просто закрыть вопрос, начал там, продолжил какие-то дальше видео снимать, и я тоже продолжил снимать, поняв, что вот эта агрессивная манера, короче, людям заходит, как вообще люди себя ведут, как смотрят на эти ролики. Я любитель, для меня вот этот хейт, что мне писали, ты там это, тебя встретим, для меня это просто смехота, там, не знаю, первый класс, что писали, там, что пишут, я это все видел, все прошел, и меня наоборот это ободрило, мне нравилось, там, я никогда не гнался за лайками, там, никогда не гнался, кстати, сейчас гонюсь, становись, на этом моменте, поставь лайк, пиши комментарий нормальный, чтобы получить опять тысячу рублей от Игорёни, а возможно и костюм от Арта Делина. Короче, никогда не гнался за этими лайками, там, подписками, мне, ну, как-то все боком было. Увидел вот этот хайп, короче, вокруг себя, что там, из-за вот этой агрессии, по сути, у меня нету, Давидычу, какого-то зла, неприязни, да, может, у него есть, там, он на ютубе шагал, там, что-то, я ему, может, чуть карьеру, там, подиспортил, или что-то, а может, и наоборот, подулучил, внимание на нем заострил, поэтому у меня нет к нему зла, агрессии какой-то, даже наоборот, благодаря ему, получается, меня люди узнали, если бы он тогда ничего этого создавать не начал, я бы так забил, короче, на это все, а так у меня появилось хобби прекрасное, вот с вами разговаривать, там, общаться, Верик Давидыч, если там, что-то зла на меня держишь, там, что-то, что-то, ты же сам понимаешь, это все хайп, сейчас спустя уже с 19-го, там, года, сейчас уже вот 24-й, спустя почти 5 лет, короче, все, не, без суть, прими мои извинения, если где-то я тебя там чем-то задел, обидел, огорчил, у меня, короче, к тебе нету неприязни, ничего, это чисто все хайп, все мои приколы, погоняло, конечно, вот это прикольное было придумано, чепуха, и, ну, типа, вот эта вся ситуация смешная была, но не более того, что чисто для экрана посмеяться, если там в жизни где-то его увижу, пересекусь, у меня нет никаких неприязней, даже наоборот, что, нормальный парень, вот меня люди благодаря ему узнали, так что давай снимай свои блоги, процветай заново, там, выходи в YouTube, не болей, короче, все, этот хайп мне понравился, все вот эти, короче, комментарии зловещие ваши, все вот эти, что там писали, я просто их подковыривал всех этих людей, ну, дабы поддевал, чтобы они еще больше агрессировали, писали, мне это все нравилось, энергия этой подпитывался, параллельно занимался своими делами, развивался там, что-то делал, и всегда к этому относился к интернету, как к хобби, поэтому не подстраивался под тренды какие-то, не подстраивался под блогеров, не подстраивался под то, что говорили мне, это можно, это нельзя, от этого меня и хейтили, там, что-то плохое писали, потому что, как правило, правду не любят, все эти блогеры знают, как заказать этих ботов, где-то приплатить там кому-то 3 копейки, чтобы эти дизлайки там что-то ставили, ну, и у меня не было цели, чтобы там номер один меня смотрели, ну, и, короче, начался весь этот хайп, начался весь этот хайп, он мне стал нравиться, только единственное, этот хайп был агрессивный, может, потому что подписчики у меня такие, или что, постоянно им хотелось какой-то агрессии, какого-то кипиша, потом, как будто модным стало, короче, снимать там про меня всякие ролики, все, кому не лень, снимали, Коваленко, Ворожбитов, Боди Мания, короче, и типа там каждый ролик назывался, разоблачение шведа, стали какие-нибудь интриги, вот эти про меня, мейнстримом, или как это сейчас называется, стало прикольно запускать, типа, это просмотры набирали, по итогу все эти люди, ну и не знаю, интригантами по факту оказались, там кто говорит на разговоре, там тогда ты был, где-то сидел, я на разговоре, на разговорах был, то с температурой там 39, вот тогда, когда Миша там, какой-то ДМС вот этот приезжал, по факту-то, что оказалось, что я не прав в чем-то, что я кому-то где-то должен, или я кому-то какие-то квартиры восстанавливал, это все оказалось воздух, и ну не более того, но мне нравился этот весь воздух, мне нравилось то, что все про меня вот это вокруг снимают, каждый там ролик, обо мне говорят там, пусть в любой форме, в негативной, в позитивной, я уже давно понял, что ну всем мил не будешь, как говорится, это хайп получается, с Коваленко там, с Гуфом, но это уже все, чисто понеслось, как просто я там хайповал, на Гуфа с этими собаками, с Коваленко там стычки, по сути у меня нету, ни Гуфу, ни Коваленко, никаких там обид, я там ничего ни на кого не затаил, да, было время там, похайповали, поугарали, там, с Гуфа вообще нормально, там подписчиков в Инстаграм прилетало, мне там блокировали эти Инстаграмы, удаляли жалобы всякие на Ютуб, закидывали, сейчас спустя годы у меня нету никому претензий, никому негативу, все, что я снимаю, ну я снимаю чисто в прикол, по фану, у меня может поэтому там не наставлено там тысячи лайков, вот этих просмотров, потому что я чисто по приколу снимаю, говорю все как есть, не подстраиваясь под какие-то тренды, или под чье-то мнение, короче, которое все бы хотели слышать, ставить лайки, там, рукоплескать, я вот такой вот, какой есть, открытый, простой парень, не знаю, приехал с Иркутска, вон вы захейтили мою машину, в прошлый раз там кто-то написал, вот, пожалуйста, на другой едем, все, лишь бы вы довольны были, беремена меняются, вот, можно и под подписчиков подстроиться, теперь заслужил твой лайк, там, комментарий, там, кто писал, что, блядь, миник, там, пацанская, не пацанская тачка, ладно, шутки, это все, вот так вот с Басты началось, с Давидычем это продолжилось, потом Гуф, Коваленко, там, там, блогеры, что-то, и все было в такой агрессивной волне, даже я смотрю, там, пересматриваю какие-то ролики, это вроде в прикол, там, что-то, где-то и постановы были, где-то что-то, Мурадом, кстати, Мурад, по сути, у меня к Мураду тоже нету, вообще никаких, мы там даже после боя нашего, сидели, другие бои вместе, смотрели там рядом на стульях, если вы думаете, что нас там, не знаю, по разным углам разводили, или там 500 человек, охрана было, чтоб мы друг друга там не поубивали, или что-то, нет, это не так, это все вот снимается для зрителя, да, у нас было с ним по, не постанову, вот это все движение, но в этом и прикол был, в этом и кайф был, у этого всего, что мои движения непостановочные, я просто правду говорю, сейчас спустя годы, говорю, что нету ни к Давидычу, ни к Гуфу, ни к Коваленке, ни к Мураду, у меня нету никаких личной неприязни, там, претензий, если кого-то из них обидел, огорчил, чем-то поддевая, там, в роликах Коваленко, там, или что-то, говорю, что барыга, например, по сути, за образ жизни, какая разница, кто он живет, как хочет, что хочет, делает, я в чужую жизнь вообще не лезу, так по кайфу иногда обсудить, кого-нибудь, там, раздракодить, кого-нибудь, задеть в своих видео, вон про Силуянова, там, у Анатолия иногда высказываюсь, не потому, что у меня к нему какая-то неприязнь, потому, что он имел неосторожность как-то высказаться, короче, обо мне нелицеприятно, я на первом хардкоре был, когда еще Литвин там ведущий был, и, короче, меня там повырезали полностью, он на интервью нелицеприятно обо мне высказался, то, что вот это в инстаграм выкидывал, там, постанова Анатолия Силуянов с Байрой, да, я с самого начала знал, что это постанова, я это чисто с сюжетной точки линии, или как это сказать, выкидываю все в прикол, все, весь мой контент, это, ну, не более чем хобби, чем прикол, у меня вот есть работа, которой я в жизни занимаюсь, у меня нет даже времени для вас там записывать, лишний раз видео какие-то, что-то, нет вдохновения, вот занимаюсь работой, сейчас в регионы хочу развивать свою деятельность, можно открыть франшизу, вот от строй сферы, от нашей компании, у нас есть чат общий, где соберем там и строители, ребят, кто шарит в стройке, и вообще, ребят, кто заинтересован зарабатывать деньги, или коммуникабельных, кто готов даже офис открыть в своем регионе, быть старшим за регионом, там, не знаю, за своим, в Екатеринбурге, там, Челябинске, Ярославле, да хоть откуда бы ты не был, можем просто развиваться, вместе двигаться, вот интернет нам будет этому способствовать, будем все показывать, выкладывать, радостные лица людей, которые, там, не знаю, зарабатывают на стройке, которым заказчикам мы помогаем выполнить работы, пиши в ВК, в мой ВК, ссылка будет в описании, ВК пиши, мы по-любому сработаемся, найдем общие точки соприкосновения, я занимаюсь строительством, кто первый раз это видит в видео, точнее, даже не строительством, а людьми рекрутер, предоставляем людей на стройке, укомплектовываем крупные объекты, вот сайт стройсфера, также будет указан, где можно и устроиться на работу, и заказать людей, по вопросам взаимодействия, ВК мне пишите, я со всеми контактирую, со всеми общаюсь, надо двигаться, своим целям, не сидеть на месте, если кто-то все эти видео, до сих пор воспринимает, как что-то там, не знаю, серьезное, то я вам открою секрет эти видео, просто как художественные, там как фильм для вас снимается, и где-то агрессию эту, из пальца высасывать, смысла нету, а все ждут, короче, вот это времена такие, что хлеба и зрелищ кого-то, надо, короче, напасть, у меня если чуть негативчик есть кому-то, то я сам человек добрый, мне этот человек, если любой скажет, Игорёня, давай забудем вообще, давай заново жить там, общаться, то и все, да мне вообще без разницы, хоть кто я, со всеми на доброй ноте настроен, если кого-то огорчил, там обидел чем-то, где-то мне нагрубил, я ему тоже в ответ, там наговорил, чего-нибудь, все не обессудьте, мы здесь развиваемся, в России, нам здесь ничего не мешает, просто развиваться, меняться, двигаться в лучшую сторону, нормальные времена, там у людей начинается, надо просто вставать с дивана, двигаться, идти, там не знаю, вон приходи, если ты строитель или кто-то, сварщик, там не знаю, пять тысяч в день, вон зарабатывают, у меня, там не знаю, гипсокартончик, четыре пятьсот, кто разнорабочий, три тысячи, это девяносто в месяц, ходи на работу, развивайся, хочешь приходи менеджером, там вон садись, все научу, покажу, хочешь в регионах, там где ты живешь, давай в твоем городе откроем, будешь региональный менеджер, в дальнейшем, и приложения там откроем, и все, на стране, вон все открыто для развития, вон по сторонам, посмотри, мойка, кафе, химчистка, каждый вот кто-то открыл, каждый кто-то, что-то двигает, они не сидят на месте, ровно, что у них так же не бывало, где взять деньги, скажешь, на первый, там этот, на стартовый, да головой подумать, ай, вместе, я тебе все подскажу, расскажу вам, подписывайся, ВК, будешь с нами общаться, чат создадим, там вот в Телеграйме, сделаем чат, строй сфера, всех городов, региональных менеджеров, простых строителей, ребятам, будем поддерживать, друг друга, развивать, это не какое-нибудь, там вот это, как инфо-цыганство, есть, это не будет, что через 3-5 видео, я буду вам говорить, продаю курс, обучение, нахуй, людей водить на стройку, блядь, там, или что-нибудь, никаких курсов здесь не будет, на этом канале, ничего, блядь, меняемся, развиваемся, если можно честно развиваться, зарабатывать, вон стройки, смотрите, трактористы, камазисты, все люди, занимаются, вон мужики, работают, вот все мои мужики, вот так копают, я вообще за мужиков, у меня мужики в приоритете, у меня там заказчику, я лучше накидаю, чем мужикам, там, не знаю, если мужиков где-то ущемляют, или что-то, я сам приезжаю на стройки, все, кто со мной работают, они там многие далеки от интернета, я там приезжаю на стройки, они даже меня не знают, не узнают, они просто работяги, вечером пришли, там спать легли, утром встали, я всегда приезжаю вместе с ними, иду там побеседую, то есть, если какой-нибудь заказчик, там хуевый, всегда до работников и деньжа, там им приплатить побольше, контора, которая работает на репутацию, мы лучше не дозаработаем, на что все останутся довольны, работяги останутся довольны, получат свои деньги, заказчик останется доволен, что у него заказ выполнен, и мы останемся рады хорошим отзывам, давайте вместе развиваться, заниматься, давайте любить страну, давайте ролики снимать, в этом видео ставим лайк, пишем комментарий, десятерым людям, чисто от строй сферы, по косарю, и спортивный костюм Артаделина, сейчас вот в офис, доедем, наприколю, четки получается, отправляются Славе, такси, футболка Артаделина, отправляется пареньку из комментариев, там вот, который написал, хочу футболку, и там очень большой, длинный комментарий, деньги, почти всем людям отправлены, за исключением тех, кто напишет, кому я написал, напиши в ВК, они должны написать, в ВК я им отправлю, ну и вообще поддерживайте, ставьте лайк, возможно ты мой будущий партнер, или сотрудник, или менеджер, там не знаю, мы будем взаимодействовать, помогать друг другу, поддерживать, мой кайф, когда люди меняются, когда люди развиваются, если хоть одного из вас, замотивировало мое видео, это уже большой плюс, а если вы, короче, разовьетесь, и будете зарабатывать деньги, и для меня, и для себя, и для своей семьи, то это будет вообще самое лучшее вознаграждение, вместе будем какие-нибудь хобби создавать, какие-нибудь там движения, хайп хайпом, как говорится, но работать всегда надо, всегда надо заниматься какими-то делами, на этом хайпе далеко не уедешь, все это было прикольно, весело, просто, ну у меня не было там подстраиваться под тренды, чтобы меня там, не знаю, все люди любили, не было такой цели, у меня была цель показывать вам такой, какой я есть, обычный пацан, просто с живыми, там, нервами, с живыми эмоциями, где-то наорать могу, где-то задобрее, где-то ауй, такой же я с войске, как вы все, как Игорь и Реня, с соседнего подъезда, обычный пацан, просто развиваясь, новые цели себе поставил, хочу, не знаю, вертолет там покупать, хочу, блядь, самолет сейчас, Народ, а вот и подгончик, за лучший комментарий в этом ролике, вот этот костюм, от нашего спонсора, Арт Аделина, кто хочет, может заказать себе, подобные вещи, есть черные, коричневые, вот с такими резиновыми штучками, за лучший комментарий, отправляем костюм, вот такой, в этот раз, от нашего спонсора, улетает, также каждому, кто закажет, любую вещь, вторую вещь, я ему отправлю, на новый год, на свое усмотрение, вот так вот здесь будет пролистано, там чуть-чуть, видов шмоток, поэтому заказывайте, ну и также, вот если хотите, работать, развиваться, если хотите, в своем городе, или регионе, открыть, вот подобный офис, большой, красивый, просторный, пишите в ВК, чем вы занимаетесь, какой бизнес у вас, может создадим, какой-нибудь телеграм-чат, где соберемся, и будем делиться, друг с другом, какими-то новыми, веяниями, друг друга развивать, подталкивать, мне много, кто там писали, я занимаюсь объемом, я раньше занимался, как ты, у вас разовые, там, недельные эти, но я вышел, на другой уровень, на самом деле, мы уже давно, на другом уровне, у нас не разовые, дневные, там, заказы, мы поставляем людей, на большие, крупные стройки, и сотрудничаем, с очень крупными, организациями, и в том числе, с государственными, организациями, поэтому, давайте, вместе развиваться, если ты, обычный строитель, работяга, и хочешь, нормально, зарабатывать, хорошую сумму, денег, то пиши в ВК, свою специальность, что ты умеешь, сварщик, разнорабочий, там, и так далее, если ты просто молодой, перспективный, ну или не молодой, шаришь в компьютерах, шаришь в рекламе, шаришь в развитии бизнеса, даже в монтаже видео, ведения канала, нашего, строй сферы, тоже нам пиши, ну а если ты, начинающий бизнесмен, или уже лютый, прожженный, коммерс, то ты тоже нам пиши, давай в твоем регионе, или городе, или в Москве, еще там один офис открывать, давайте идти к приложению вместе, и в дальнейшем создадим приложение, которое будет номер один в России, по предоставлению рабочих рук, сейчас опять вы скажете, уже такое есть приложение, и начнете скидывать, Headhunter, еще что-то, это все не то, только вот в этой голове, есть приложение, которое должно существовать, и у нас есть обширная, большая база заказчиков, рабочих, там и так далее, и мы уже на хорошем уровне, а если мы все вместе с вами начнем зарабатывать, вы в своих регионах, откроем там региональные офисы, садим менеджеров, наберем квалифицированных, хороших специалистов, которые как самозанятые, будут как в Яндекс.Такси, записываться в нам приложение, и брать сразу заявки, мгновенные, там вкрутить лампочку, приехать в офисе, вот, например, надо кому-то, приехал человек, быстро вкрутил там определенную сумму, как такси заказал, для этого нужны разумные люди, кто мечтает, кто стремится, кто хочет развиваться, кто хочет покупать автомобили, там в автосалонах, кто хочет покупать квартиры, просто развиваться, пишите, нам нужны грамотные сотрудники, нам нужны грамотные люди, нам нужны партнеры, вообще мы просто хотим вместе двигаться, расширяться, нам даже контент-мейкер нужен, который будет вести канал «Стройосфера», и будет там освещать положительные отзывы, или показывать, что мы построили, и вы увидите, как я отношусь к простым работягам, мы где-то можем на стройку съездить, где-то с каким-то полупьяненьким бригадиром, как вчера он там с усатым пообщаться, выслушать его, где-то еще с кем-то, это простая жизнь, будем его вам показывать, ее показывать, как можно развиваться, показывать, к чему можно стремиться, в дальнейшем любой из вас может стремиться, с кременкой, главное не убиться, да, любой из вас может развиваться, вот Павел в командировку сегодня вылетает строительную, серьезно, будет осваивать новые месторождения, новые офисы, будет осваивать, этому если ты с регионов, с любого Челябинска, давай, у тебя есть стремление, есть к чему-то новому стремиться, аж бизнес, не надо выводить в ноли, он быстро сам себя выведет в ноли, приедет там менеджер, грамотный, обученный, ваш город, возможно я сам прилечу, смотря на каком уровне вы хотите двигаться, откроем там бизнес, посадим, подпишем между собой договора, чтобы все было честно, открыто, и начнем заниматься, развиваться, вместе двигаться, как франшиза получается, у вас будет строй сферы, и мы вам полностью передадим, какие-то секретики там расскажем, то и все, и вместе, открыто в ЦРМ системе, будем видеть, как, что, будем предоставлять вам базу людей своих, где-то работников, где-то заказчиков, будем вместе контактировать, коллаборировать, вы в комментариях расскажите, чем вы занимаетесь, какой у вас бизнес, и что вы развиваете, может где-то вместе займемся, вот арт-адели на шок, у ней, например, производство своей одежды, но нету, такой конкретной фабрики, которая могла бы отшивать, там, грамотные вещи, и как-то рекламы, можно взаимодействовать, много что интересного, поэтому пишите, пишите, узнавайте, вот, отправим вам костюмчик, за лучшую писанину, поэтому вы уже не зря пишите, десяти комментаторам, еще, помимо того, кому придет вот этот вот волшебный костюм, вот я его в пакетик сейчас сложу, десяти комментаторам, еще отправим по тысяче рублей, а в следующем ролике, мы разыграем вот эту вот картину, из нашего офиса, сейчас там, диван, вот, встянет себе, разыграем в следующий раз, вот эту картину, из нашего офиса, чтобы она вас стимулировала, зарабатывать не евро, там, и доллары, а российские рубли, потому что картина, очень актуальна, что время движется к рублю, скоро станет ровно рубль, не ровно 12, а ровно рубль станет, поэтому мы с вами разыграем эту картину, в следующем ролике лучшему комментатору, а сейчас подписывайся, ставь лайк, с вами был я, Игорь Швет, всем добра, давайте развиваться вместе, больше хайповать, больше новых прикольных историй, пау! Субтитры сделал DimaTorzok